Хлебосольное встречали у журналистов на Жодинской земле. Знакомил гостей, чем живет белорусская наука сегодня и какие разработки в области земледелия научили создавать доктор слихознаук, он же генеральный директор научно-практического центра Беларуси. Федор Привалов рассказал, ученые в Жодино работают над созданием новых сортов зерновых. Сейчас большое внимание уделяется отечественной селекции. Например, сорт глазурного ячменя Адам может быть использован в качестве добавки в хлеб. Получили свои сорта. Сорта эти адаптированы к нашим условиям. Они морозостойкие, зимостойкие. Они выдерживают долгое время, находятся под снегом. Они устойчивы болезням, вредителям. Сегодня в центре ведется селекция и семеноводство 42 культур. В реестре зарегистрировано более 360 сортов. Все имеют высокий уровень урожайности и успешно конкурируют с зарубежной селекцией. Здесь же находится Национальный банк растительных ресурсов, в котором хранится редкая коллекция из 35 тысяч видов семян. Как мы можем ощутить практическую пользу от инноваций в земледелии? В таблицах журналистам продемонстрировали экономичные и экологически безопасные технологии возделывания сельхозкультур. Когда надо сеять, что сеять, когда обрабатывать, какими препаратами и так далее. Это все за нашим центром. Сахарная свекла, лен, рап. За последние годы в стране решена проблема обеспечения этими культурами и собственным маслом – техническим и биотопливом. Кроме масла остается белок, который стоит очень много. Представьте, 800 тысяч тонн получено масло, взяли и осталось, скажем, 450 тысяч тонн белка. Это важнейший элемент импортозамещения. Успешным направлением в работе центра является разработка новых форм, удобрений и технологий по защите растений. А это уже Жодинский Светанок. Он более 40 лет на рынке трикотажной одежды. Ежемесячно предприятие производит более миллиона единиц изделий. Третья часть идет на экспорт в страны Евразийского экономического союза, Евросоюза и Балтии. В общем объеме производства Беллигпрома Жодинский трикотаж занимает 11%. По итогам работы двух последних лет Светанок был признан победителем в конкурсе «Народная марка» в номинации «Трикотажные изделия». При разработке новых коллекций приоритет отдается спортивной одежде. Так совместно с концерном «Белнефтехима» разработано специальное полотно с инновационным волокном. Лопах он сегодня впитывает влагу, но он не отводит от тела. И умные нити позволяют именно отводить влагу от тела. И ребенок занимает спортом, и потом уже, когда эти занятия заканчиваются, идет на другие уроки, он чувствует себя хорошо и, в общем-то, меньше подвергается каким-то заболеваниям. На подиуме бренд «Эго» – марка одежды с молодежным дизайном для тех, кто живет ярко и стильно. Коллекция «Уайт», «Блэк» стрип и новинка одежды для занятия спортом. Все, что сегодня связано со здоровым образом жизни, со спортом для Светанка, также очень ценно. И последнее важное событие, связанное с подготовкой к Олимпиаде, которая будет проходить в ближайшее время, мы участвовали в конкурсе вместе с дизайнером Людмилой Лобковой, разработали коллекцию для наших спортсменов, именно не для участия в каких-то видах спорта, а для того, чтобы они достойно, красиво выглядели на презентации команды. И сегодня по распоряжению и рекомендации главы государства такая же спортивная одежда разработана и будет продаваться на рынке Республики Беларусь. Фирменная сеть предприятий насчитывает около 100 магазинов по всей стране и еще 10 торговых точек открыты за рубежом. В центре внимания журналистов – ледовая площадка. Объект построен в 2015 году по поручению президента, является филиалом с Дюшора по огребленной в Айдарках и Каной. Открытая ледовая площадка представляет собой современную воздухоопорную коллекцию из ПВХ, к которой прикреплены административно-бытовые постройки. Здесь одновременно смогут находиться до 40 человек. Благодаря системе кондиционирования каток может работать круглый год. А это уже гигант отечественного машиностроения. В музее трудовой славы Белаза журналисты услышали историю предприятия, побывали в цехе сборки сверхтяжелых машин, увидели испытания техники. На память фото с самым большим карьерным самосвалом в мире весом 450 тонн. Белаз – одно из крупнейших предприятий страны с мощным экспортным потенциалом. Только в прошлом году за рубеж ушло 96% произвезенной продукции. В числе покупателей – Россия, Казахстан, Узбекистан и еще десятки партнеров, куда эти большие колеса проложили свой путь. Комбайны и тракторы, грузовики и самосвалы – это по-прежнему главные проводники экономической дипломатии. И наряду с калийными удобрениями – основной экспортный товар Беларуси. На Белазе 2017 год признан лучшим годом последних 10 лет. Автогигант увеличил экспорт на 88%. Если точно, то в Жодино собрали и продали на 390 машин больше, чем в предыдущем году. Белорусский автозавод в этом году начинает реализацию крупного инвестиционного проекта. Холдинг Белаз построит в Слуцке – ультрасовременное предприятие по выпуску кранов мостового типа грузоподъемностью 240 тонн. Завод будет производить инновационную технику. Одновременно появляются и новые рабочие места. К слову, тема занятости стала одной из главных в ходе диалога председателя Минского облсполкома с журналистами. Анатолий Исаченко заявил, показатель, доведенный правительством в 10 тысяч новых рабочих мест для области, будет выполнен. Механизмы различные. Начинает летное кредитование до прямой государственной поддержки. В зависимости от проекта, там и удешевление процентов мы можем. Главное, чтобы человек обратился, чтобы у него бизнес был план и была окупаемость. В прошлом году у нас было выделено, я скажу, в старых днях 15 миллиардов на эти цели, да, но, к сожалению, они были не освоены, люди мало обращаются. Вот тут уже наша задача активизировать вместе с вами, да, поднять эту тему, прописать. Я уже дал соответствующее поручение, чтобы разъяснения в газетах вышли на телевидение. А я самая большая мечта, чтобы все трудоспособное население, да, Минщины было занято полезным трудом. Я думаю, в этом выполним. А за счет создания новых мест, ну, пока учет идет так, что за счет создания новых мест, на новых открытых предприятиях, так оно звучит. Также журналистов интересовал вопрос благоустройства крупных населенных пунктов, строительства жилья, объектов социальной сферы и на какие объекты будут направлены бюджетные деньги в этом году. Откуда я могу знать, где факт надо ремонтировать, да? Ну, если только не заеду. Ну, это же дело местных органов власти определить, если там надо что-то сделать. А вот если в Солигорске начинаем строить поликлинику, да, или в Борисове, где деньги взять? Надо стягивать. Или там дорогу сделать, или что-то, или там школу, опять же, то же самое повторяюсь. Или заславлят ремонтировать, или колодище, или что, где деньги взять такие объемные? Конечно, их надо стягивать в одно место пускать, не убирая то, что там на местах делают. Это их работа. Подготовка к посевной. Сейчас о сроках. Говорить рано, отмечает губернатор. Все зависит от погоды. Надо как следует подготовить технику, хороший посевной материал и качественные удобрения. Все идет в плановом режиме. Накопление минеральных удобрений. Мы выкупили четвертый квартал. В принципе, первый практически выкупили. Мы где-то идем первые, вторые. Хотя это не люблю по накоплению. То есть, все в плановом режиме. Своих 2 миллиона тонн зерна мы получили. Два стоя из кукурузы, 2 миллиона свеклы получили. Больше 5 тысяч, почти 5200 на корову надоели. В этом году тоже прибавка идет. Центральный регион страны, самый большой по площади и численности населения, на протяжении вот уже 7 лет занимает в стране лидирующее положение и по экономическим показателям. Доля Минской области, ВВП Беларуси около 15%. Предприятие экспортирует товары более чем в 140 стран мира. За 2017 год все основные показатели выполнены.